Александр Гольберг 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 Дальше еще раз прочитать этот стих. Третье послание апостола Иоанна. Я прочитаю первые два стиха. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Что мы с вами здесь видим? Мы с вами здесь видим, дважды используется слово преуспевание. Человек, которому адресовано это послание по имени Гай, очевидно, имел веру. Апостол Иоанн, будучи уже пожилым человеком, называет себя старцем. Он говорит, что он радуется преуспеванию его души. И он желает ему, или он молится, как написано здесь в нашем переводе синодальном, о том, чтобы... Так же, как его адресат преуспевает внутренне, в своей внутренней духовной жизни или в душе, чтобы точно так же он преуспевал в отношении своего здоровья и вообще во всем. И мы говорили о том, что преуспевание в современном понимании этого слова в английском языке, во всяком случае... Почему в английском? Потому что учение о преуспевании пришло к нам из Соединенных Штатов Америки. В современном английском языке это слово связано практически однозначно с богатством. То есть, для американцев или для человека из Запада преуспевание богатства, между ними можно смело поставить знак равно. Теперь я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, что на самом деле имел в виду автор этого послания, то есть Иоанн, апостол Иоанн. Когда он писал свое письмо Гаю, какой смысл он вкладывал в эти слова? Конечно, мы с вами понимаем, что Иоанн писал по-гречески. Это тот язык, на котором написаны рукописи Нового Завета, дошедшие до нас. И в греческом языке тот глагол, который на наш русский язык переведен как преуспевать, буквально означает идти по хорошей дороге. Или путешествовать благополучно. В Новом Завете, кроме вот этого стиха в 3 Иоанна, этот глагол используется еще всего в двух местах. Одно место это послание к римлянам, 1 глава, 10 стих. И там, в этом стихе, Павел рассказывает римской общине, которую он пишет, о своих молитвах за то, чтобы, я цитирую, воля Божья когда-нибудь благопоспешила ему прийти в Рим. Благопоспешила это то, как вот этот греческий глагол, который здесь в 3 Иоанна переведен как преуспевать, то, как он переведен в римлянам. Благопоспешила. Павел молится о том, чтобы воля Божья благопоспешила ему прийти в Рим. Что это значит? Это значит, что он молится о том, чтобы Бог просто устроил ему дорогу в Рим. То есть, дал ему возможность. Открыл ему путь туда. Другое место, в котором, в Новом Завете, где тоже используется тот же самый глагол, который здесь в 3 Иоанна переведен как преуспевание, это 1 Коринфянам, 16 глава, стих 2, где даются указания о сборе пожертвований. Я цитирую. Если у вас будет финансовое путешествие, в соответствии с этим отложите какую-то часть для нужд, на которые я собираю деньги. В Септуагенте, в греческом переводе Танаха, то есть, это слово, то же самое греческое слово, встречается многократно. И в буквальном своем значении, то есть, идти по хорошей дороге или путешествовать благополучно, Оно используется, например, в 24 главе книги Берешит Бытие, где раб Авраама молится о том, чтобы Бог устроил ему путь в Месопотамию, откуда ему Авраам приказал привезти жену для своего сына Ицхата, невесту. И в переносном смысле, я подчеркиваю, в переносном смысле, оно означает успех. И в иврите, если мы смотрим, то там стоит глагол ЛЯЦЛЕХ, который тоже означает успех. То есть, когда мы сегодня, например, желаем друг другу успеха, мы говорим на иврите БЯЦЛАХА. То же самое слово, тот же самый корень. Однако, нужно подчеркнуть, что в Танахе успех никогда не приравнивается к богатству. То есть, успех понимается каким образом? Успех понимается просто как свершение, завершение тех или иных планов или предприятий, осуществление этих планов. Но не более того. И если мы читаем с вами Танав, то мы видим, что в положительном смысле слово успех употребляется, как правило, или что кто-то преуспел, или кто-то добился успеха. В позитивном смысле эти слова употребляются, как правило, в контексте того, что человек исполняет волю Божью, а не обогащается. Как это очень часто понимается сегодня. Таким образом, что мы с вами видим? Мы видим с вами, что то преуспевание, о котором Иоанн молится за Гая, это вовсе не богатство. Это просто устройство или благополучие на всех уровнях. И, конечно же, в том числе и на материальном, и на финансовом уровне. Потому что, если преуспевать, это идти по хорошей дороге или путешествовать благополучно, то, конечно же, трудно себе представить благополучное путешествие с дырявым кошельком. Конечно, для того, чтобы путешествие было хорошее, деньги нужны. Но нужны ли большие деньги? Вот это большой вопрос. Это первое. Второе. Глагол молюсь. Мы с вами здесь видим, что в синодальном переводе написано возлюбленный молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал. Молюсь. То есть, этот греческий глагол, который здесь используют Иоанн, его можно также перевести, как желаю. Он так и переводится. Это не просто можно. Он действительно переводится. Желаю. Например, на английский язык, в английской версии Нового Завета, версии короля Якова, так именно он переведен. Там написано, что я желаю тебе того-то и того-то. И еще, что здесь нужно учесть, что этой фразой, как мы с вами сейчас сами увидели, Иоанн открывает свое послание. То есть, это его приветствие Гаю. Точнее, первая из трех приветственных фраз. Если вы прочитаете, что он пишет дальше, то дальше и второй, и третьи стихи, это тоже, они вместе, первый, второй, и третий стихи, это все одно и то же, часть одного целого. Приветственных слов. Пару дней тому назад я тоже получил одно письмо. Оно пришло по электронной посте от моего друга из Соединенных Штатов Америки, который пишет следующие слова. Алик, шалом, надеюсь, у тебя все хорошо. И после этого приветствия он переходит к сути дела. Точно так же, обращаю ваше внимание, точно так же, как апостол Ян после своего приветствия переходит к сути дела в своем послании. Его послание было написано с определенной целью, были определенные причины, был повод для написания послания, были вещи, которые Иоанн хотел обсудить в этом послании с Гаем. И после приветствия он переходит к теме своего послания. Так же, как и мой друг, который прислал мне имейл, поприветствовав меня словами, Алик, шалом, надеюсь, у тебя все хорошо, говорит дальше о том, что ему нужно было мне написать. Я задаю вам вопрос, можно ли на основании вот этой приветственной фразы, которая есть в моем эмэле «Надеюсь, что у тебя все хорошо», делать выводы о том, во что мой друг верит, о его богословии? Конечно, что нет. О чем говорит эта фраза «Алик, надеюсь, что у тебя все хорошо»? Она говорит только о том, что он мой друг, что он ко мне хорошо относится. И свое хорошее отношение ко мне он выражает с помощью того, что использует какие-то общепринятые правила составления делового письма. И в случае с Иоанном то же самое. Когда он пишет свое послание Гаю, он пишет свое письмо, следуя определенным нормам, по которым осуществлялась в то время переписка. Вы можете, например, читая послание апостола Павла, ведь что такое послание? Это тоже письма, которые Павел, Петр, Иуда или Яков, это письма, которые они писали конкретным людям. Для написания этих писем были какие-то причины, связанные с конкретной общиной. Мы можем читать Новый Завет, например, и разобраться в том, какие были причины. Но структуру, вы можете определенную структуру увидеть во всех этих письмах. Что сначала идет какое-то приветствие, как правило, и потом излагается суть дела. И приветственные слова, что такое приветственные слова? Приветственные слова это просто приветственные слова и не более того. И, конечно же, Иоанн не вкладывал в них никакого скрытого богословского смысла, который требует какой-то расшифровки. И я бы даже сказал, что попытка отыскать в них такой смысл, это попытка заставить Писание говорить то, что я хочу услышать, а не то, что Бог имел в виду. И такое вольное обращение со Словом Божьим, к сожалению, сегодня очень широко распространено. И особенно оно распространено, по-моему, среди харизматических верующих. Я считаю, что имею право об этом говорить, поскольку я сам верю в крещение Святым Духом, как в отдельное переживание, которое следует за рождением свыше. Я верю в говорение на языках, я молюсь на языках. И я молюсь за больных. Что самое интересное, они иногда исцеляются. И что самое интересное из всего этого, иногда они даже исцеляются мгновенно. Но я не верю в то, что эти исцеления, например, или мой опыт и позиция служителя, или мой личный духовный опыт, как верующего человека, дают мне право выдергивать из Писания стихи, как мне заблагорассудится, и подгонять их под то, что мне хочется услышать. Представьте себе, что кто-то исцелился по моей молитве. Например, вы или кто-то. О чем говорит этот факт? Этот факт ровным счетом не говорит ничего о том, правильно ли я читаю и понимаю Писание или нет. Факт исцеления также не свидетельствует о том, что я сам живу в послушании Богу. Он ничего не говорит обо мне. То, что кто-то исцелился по моей молитве. О чем говорит этот факт? Говорит лишь о том, что Богу было угодно использовать меня вот в этот момент для того, чтобы исцелить больного. И больше ни о чем. Мы с вами должны это очень хорошо понимать. Понимаете, если я держу в руках толстую Библию, и если у меня на носу будут очки в золотое праве, то это говорит лишь об одном, что для чтения моей толстой Библии мне нужны очки. И тоже не говорит больше ни о чем. Это не говорит о том, что я правильно понимаю эту Библию, что я хорошо ее преподаю. Это даже не значит, что я люблю читать толстые книги. И нажил себе близорукость за чтением этих толстых книг по ночам. Я скажу такую вещь. Даже если бы я был пастором в мега-церкви, это тоже не гарантировало бы вам того, что из моих уст вы услышите истину, стопроцентную истину, и ничего, кроме истины. Может быть, вы услышали такие заявления, и вы хотите меня спросить, ты что, имеешь что-то против пасторов в мега-церкви? Я не сказал этого. И более того, я не имел это в виду. Ты что, имеешь что-то против людей, которые носят очки? Ты против толстых книг? Ты против образования? Ровным счетом, ничего не имею ни против толстых книг, ни против образования. Наоборот, я обеими руками за образование и за чтение книг. И более того, я сам надеваю очки, когда вожу машину. А в офисе у меня на столе лежит вот такой толщины Библии. Но я категорически против чего-то. Я категорически против того, что называется в четвертой главе послания к Ефесянам хитрым искусством обольщения. Это именно то самое искусство, которым владеют и пользуются некоторые спикеры, называющие себя верующими в Ешуа. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я чуть позже, может быть, в следующем фрагменте расскажу вам, но очень интересную историю, как я обнаружил себя почти что обманутым. Я еще против чего-то. Я против упорного нежелания многих верующих взрослеть духовно из-за страха перед авторитетами. Я подчеркиваю, из-за страха, не из уважения к подлинным авторитетам, а из-за страха, который парализует ум и мешает человеку начать думать самостоятельно. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я призываю не к непочтительности, не к подозрительности и не к бунту. Я призываю всего лишь к тому, чтобы начать самостоятельно рассуждать над тем, что вы читаете и слышите. Вы должны почитать, и я должен. Мы все должны почитать и любить своих родителей, своих наставников. Но мы с вами не обязаны всю нашу жизнь соглашаться с ними абсолютно во всем, по той причине, что они были или являются нашими наставниками. Я не призываю вас идти на конфликты с ними из-за ваших разногласий, из-за того, что ваше мнение в чем-то не сходится, потому что Бог призвал нас к миру. Я не призываю никого предавать огласке ошибки тех, кто был или является для вас благословением, потому что пример Ноя и его сыновей учит нас покрывать наготу отца, а не высмеивать ее и не выставлять на всеобщее обозрение. Я призываю вас лишь к одному. Если вы увидели своего Ноя на гимн, пожалуйста, не притворяйтесь перед самим собой, что он одетый. А вам, дескать, просто примерещивость. Потому что нагота это всегда нагота. Даже если это нагота уважаемого и любимого вами человека. Вспомните замечательную сказку Ганса Христиана Андерсена о новом платье короля. А если не читали ее или не помните, очень вам рекомендую. Давайте вернемся к нашей теме. Мы с вами увидели, что американское преуспевание и библейское преуспевание это две разных вещи, которые нам иногда пытаются выдать за совершенно одно и то же. В теологии преуспевания говорит «Ты веришь в Ешуа?» Отлично! Значит, воля Божья для тебя преуспевать, то есть быть богатым. Когда вы слышите, что Бог хочет сделать вас богатым, какое желание у вас возникает практически моментально? Стать богатым. Что же, богатство само по себе зло? Нет. Мы уже об этом говорили. Богатым быть плохо? Нет. Мы об этом тоже говорили. Тогда в чем же проблема? Проблема в том, зачем быть богатым? Тот самый вопрос «Зачем тебе стать богатым?» Которую я задал своей дочке, об этом рассказывал. Она завела себе маленький кошелек, ей 6,5 лет. Я спросил ее «Зачем тебе деньги, чтобы стать богатым?» «Зачем тебе стать богатым, чтобы делать шоппинг?» «Зачем нам с вами быть богатым?» Большинство взрослых людей считают сам этот вопрос глупым. Когда мы прилетели в Израиль в качестве новых репатриантов, в аэропорту Бен-Гуриона нас встречала приятная дама средних лет, которая произнесла приветственную речь. Она была сотрудницей Министерства абсорбции, исполняла свою работу. Свою приветственную речь она закончила вот такой фразой. Прошло уже больше 10 лет, но я помню эту фразу слово-слово. «Будьте здоровы, счастливы и, конечно, богаты». То есть, для нее было, само собой, разумеется, что все нормальные люди хотят быть богатыми и не хотеть этого по мирским понятиям. Это просто очень странный губ. Если вам постоянно не хватает денег, то мысль о богатстве, возможно, греет душу. И я помню это по себе. Когда-то, когда я был в поисках своего пути в Израиль и в этой связи думал о бизнесе, моя родственница одна, которая была в хорошем сетевом бизнесе, то есть, в сетевом маркетинге, организовала мне встречу со своим супервайзером. Тот вошел в этот бизнес на ранних этапах его становления и разбогател на построенной им и его сотрудниками пирамиде. И вот мы сидим за чашкой чая с ним и с моей родственницей. И он рассказывает мне, новому репатрианту, который плохо понимает, как свести концы с концами в Израиле. О своем начале в этом бизнесе. И вот он говорит мне, вот помню, мы с женой начали хорошо зарабатывать, и мы первый раз с ней в жизни пришли в магазин с пятью стами долларов в кармане. Какое, говорит он мне, это было потрясающее чувство, когда мы купили себе все, что хотели. Я сижу, слушаю его и думаю о том, что я покупаю не то, что хочу, а то, что нужно, да и то не всегда, не сразу. Конечно, эта речь очень подействовала на меня, смотивировала. Захотелось не просто денег, захотелось много денег. А почему сразу много? Не знаю. Наверное, я думаю, что одна из причин этого в том, что я родом из России. А Россия, как известно, страна крайностей. Как кто-то сказал, если холодно, то минус 50, если снег, то по пояс, если пьют, то до посинения, если выборы, то 146 процентов. Я говорю это с любовью к России. Я оттуда. Это та страна, которую я вспоминаю с любовью. У меня там много друзей и так далее. Я думаю, что вы понимаете меня правильно, если вы живете в России. Другая причина, вероятно, в законе маятника, что когда маятник далеко, отводишь в одну сторону, начинает качаться и далеко уходит в другую сторону. Когда у человека есть ощущение, сильное ощущение нехватки денег, стесненности, нужды, то ему кажется, что решение это не хлеб насущный, а много денег. Ну и третья причина, наверное, в том, что в то время я все-таки еще как-то верил в это учение преуспевания. И рассуждения о больших деньгах падали на благодатную почву. То есть, какие рассуждения? Если сам Бог хочет, чтобы я был богат, то кто я такой, чтобы противиться воле Божьей? Господи, пошли богатства! Я говорил о трех шагах к преуспеванию, которые проповедуют это учение. Второй и третий из них связаны с даянием. Мы вскоре поговорим о даянии. Но первый это правильное отношение с Богом, послушание и любовь, которые преподносятся как условие к преуспеванию. Несоблюдение этого условия гласит учение аннулирует все даяния, все посевы, независимо от того, в какую почву они посеяны. Что вы думаете об этом? Как вам кажется, есть ли у этой логики какое-то основание в Писании? В первой части программы мы уже читали отрывок из первого Тимофея шестой главы в пятом стихе написано, что люди, считающие, что благочестие служит для прибытка, то есть для прибыли, там их Павел таких людей называет людьми с поврежденным умом. Павел пишет Тимофею удаляться от таких. Жизнь в любви к Богу и к ближнему на мой взгляд не условие для того, чтобы было больше денег и вообще не условие для чего бы то ни было. Не условие, а цель. Цель и смысл всего. Это заповеди Божии, причем самые основные. Это самая суть нашей веры и самое наибольшее благословение, которое человек может иметь. И уж если говорить о библейском преуспевании, то, по-моему, нам нет никакой нужды гадать, в чем именно оно заключается, потому что об этом написано черным по-белому. Например, в 1 Коринфянам 15 главе стихе 58 «Братья, мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Здесь конкретное наставление. Это не что-то, что нужно вычитывать между строк, догадываться, строить хитрые конструкции для того, чтобы понять, что вот она в чем воля Божья оказывается. Вот тут оно все написано. «Преуспевайте» в чем? В деле Господнем. Конечно, не только это. Я прочитал вам весь стих. Другой стих, первое послание Тимофею, опять-таки, в той же самой шестой главе, Павел пишет своему ученику «Преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». При желании, конечно, можно найти и другие места в Новом Завете, и не только в нем. Что же это означает, что Богу, что же, получается, все равно, как обстоит дело с нашим здоровьем, финансами и прочими земными и материальными обстоятельствами? Конечно же, нет. Писание дает, например, очень ясные инструкции о том, что нужно за больных молиться об их исцелении. В пятой главе послания Якова об этом сказано совершенно однозначно. Если кто из вас болен, пусть к нему позовут пресвятеров общины, и они помолятся, и Бог больного исцелит. Я не цитирую, но вы понимаете, смысл именно такой. Однако, если мы с вами сравним, сколько во всем Новом Завете, например, или во всем Танахе и Новом Завете говорится, с одной стороны, о молитве за больных и исцелении, и с другой стороны, о жизни вере, любви, праведности, святости и Святом Духе, то картины сразу становятся ясны, что самое важное, а что менее важно. Это не значит, что менее важные вещи вообще не важны. Это они важны. Вот что это значит. Но есть первые по важности вещи, самые приоритетные. И есть следующие по порядку вещи в Божьих приоритетах. Иногда нам говорят, что с деньгами, да, с исцелением все так. Действительно, но с деньгами ситуация другая. И вам приведут количество стихов, как из Танаха, так и из Нового Завета, где говорится о деньгах и о том, что с ними связано. И может создаться впечатление, когда вот статистику привести, сколько Ишуа говорил о деньгах, сколько там стихов, сколько тут стихов, может создаться очень легко такое впечатление, что это чуть ли не основная тема в Священном Писании. Потому что таких стихов действительно много. И, соответственно, может создаться впечатление, что деньги это одно но из первых благословений, которые Бог хочет дать. Ведь логика какая? Если Слово Божие столько о них говорит, значит, сам Бог много о них думает. Что надо сказать? Священное Писание – это не записки какого-то мистика, который однажды через замочную скважину подслушал, как Бог, сидя в кресле-качалке, сам с собой вслух рассуждает о святых, божественных материях и мистериях. 99,99% содержания вот этой книги – это не беседы отца и сына между собой, да еще вдобавок в придачу со Святым Духом об их собственных делах, а то, что Бог считает нужным сказать нам, грешным людям, живущим здесь и сейчас. Людям, которых Бог хочет спасти от больших неприятностей, как я понимаю. Тогда почему же Библия много говорит о деньгах? Да просто потому, что мы много думаем о них. И чаще всего, на мой взгляд, думаем неправильно. Еще потому, что если мы не приведем в порядок свое отношение к ним и обращение с ними, это чревато для нас неприятностями. Кстати, об обращении. До сих пор мы с вами говорили о нашем отношении к деньгам. Начиная со следующей части программы, мы будем говорить об обращении с нашими финансами, то, что об этом учит Писание. Оставайтесь с нами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин